АПЛОДИСМЕНТЫ Также благодарности от главы региона получили заместитель начальника управления по делам молодежи Галина Пивень и руководитель Центра развития и оказания курортных услуг Александр Ходорченко. Приятно, что есть наши, которые приняли Анапские участие во всем этом и достойны, считаю, этих наград. Уже в ближайшее время в Анапе появится сразу два вертолета Ми-8. Один предполагается установить в парке военной техники на Симферопольском шоссе, другой – возле Дома культуры села Витязева. Просто у нас два вертолета одинаковых, нам смысл их ставить. «Мы лучше вам отдадим вертолет, а танкетку поставим на музей». «У нас даже самих это приближение созрело, чтобы подать. Все устраивает». Это здание, судя по внешним признакам, гостиница, которая располагается на земле под частный жилой дом. Если так, то это нарушение правил землепользования. Еженедельно выявляются по несколько подобных объектов. Теперь Юрий Поляков поручил подходить к решению системно и работать на результат. «Когда мы говорим, надо нам сделать это, 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 ну надо и что, в какой срок, прошел срок, допустим, не сделали, не сделали по причине такой-то срок перенесен, чтобы все, каждое поручение имело срок и время его исполнения». Глава курорта обратил внимание на то, что завершается срок договоров на аренду земли под летние торговые точки. «Все они должны быть убраны». «Любая конструкция, которая остается, она стоит несанкционирована, тогда заносите в черный список и на следующее он не будет принимать участие. То есть все должно быть четко. Закончился договор, убрали». При этом Юрий Поляков потребовал, чтобы места, где располагались такие временные объекты, были приведены в первоначальный вид. В первую очередь это касается газонов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.